Александр Костылев, он же Симпл, является одним из лучших игроков в истории КСа, но в то же время самым скандальным из них. Сегодня вы узнаете о бане Костылева за читы, о воровстве скинов у подписчиков и игровом убийстве с ножа, за которым последовали реальные угрозы. С вами Сайбер Мета. Поехали! Всемирную известность Симпл обрел лишь в 2016 году, когда вместе с Ликвид дошел до полуфинала и финала мейджора, получив затем легендарное граффити на кэше. Но Костылев мог подняться в топ и раньше, если бы не блокировка от ESL. В 2013 году игрок получил бан за читы в КС 1.6, в результате чего ему запрещалось в течение года регистрировать новые аккаунты ESL. Ко мне пришел друг, я сказал ему, давай попробуем, ну просто с читами. На liveks.ru мы еще тогда играли, просто обычный микс. Мы заходим и качают эту OpenGL, ну самый обычный. Я играю один раунд, меня сразу банят. Киберспортсмен попытался обойти блокировку уже в CSGO и был пойман на квалификации к Катовице. За это нарушение бан Симпла продлили еще на 2 года, и он был кикнут из HellRaisers. И в этот сложный период Александр поддается своей темной стороне, начинает воровать скины. Он брал ножи на время у доверчивых фанатов, а затем не возвращал их. Ну, сначала я воровал ножи, надо 3 назад. Обманывал, может, кого-то. Но после присоединения к Liquid организация заставила Костелеву вернуть все ножи, либо деньги владельцам, заботясь о репутации команды и игроков. Немного почистив карму, Симпл увязывается в новый скандал. В матче FPL он зарезал игрока Люмино Сити Тако, после чего бразилец начал оскорблять Костелева, называя его сумасшедшим. Украинец не остался в стороне и ответил, что просто любит резать таких нубов, как он. Но одной перепалкой в чате дело не ограничилось. Вскоре конфликт перешел в соцсети и стал достоянием общественности. Бразильские игроки и фанаты начали угрожать Александру физической расправой на следующем лан-турнире. Ситуация явно выходила из-под контроля и потребовалось вмешательство директора Люмино Сити и капитана команды Фолина. Все причастные были оштрафованы и принесли взаимные извинения. Даже после подобного скандала игроки сумели не просто картинно извиниться под давлением сообщества и организаций, но и по-настоящему прекратить вражду и забыть былые обиды. В матче Na'Vi и SK на Катовице 2017 кейсеры вместе посмеялись над этой ситуацией. Атаку предупредил, что будет резать Костелева. Но не все ножевые убийства Симпла заканчиваются так же хорошо. В Кёльне в 2019 году на Ави вели со счетом 15-11 и Костелев решил красиво закрыть ДАС-2 ножевым фрагом, но поспешил и не смог выполнить задуманное. В итоге Найтро взял клатч 1-3, Ликвид выгрызли первую карту на овертаймах и прошли рожденных побеждать 2-1. Этот момент по праву считается одним из самых главных фейлов в истории киберспорта. Если вы думали, что с возрастом Симпл станет более терпеливым, то вору Тукея с вами не согласится. В сентябре 2022 года проходил фановый турнир, в котором капитанами команд были звездные игроки прошлого. Кеннис, Паша, Эдвард и другие. Стак Эдварда добрался до финала, но два игрока из состава не смогли прийти, поэтому в качестве замены пригласили Костелева и сам Даянга. В Симпла по ходу игры жутко раздражали ошибки тиммейтов и отсутствие тимплея, о чем он совсем не стеснялся говорить. Что вы делаете? Неудивительно, что команда проиграла финал. Во время матча никто не выражал ярого несогласия с комментариями Александра, но по его завершению вору Тукея не сдержался и написал в соцсети, что разочаровался в своем кумире. Костелев в излюбленной манере назвал его тупым игроком, а вору пообещал когда-нибудь уничтожить Симпла на лане. Свой шанс игрок Монте получил почти через год. Его команда встретилась с Натус Винсер на парижском мейджоре за путевку в плей-офф. На обеих картах не было не только Симпла, но и всей команды Na'Vi, зато у коллектива воров включились все. После матча вору Тукея спросили про конфликт, ответ был максимально дипломатичным. Для меня это не важно, все хорошо, мне больше нечего сказать, я уже очень давно все сказал. Вот такая поучительная история, а сделает ли Симпл из нее какие-то выводы, узнаем в будущем. Это были самые главные скандалы из жизни Александра Костылева. Если считаете, что у Симпла есть конфликты и погромче, то напишите о них в комментариях. А с вами за чужими ошибками наблюдал Сайбер Мета. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok